Часто используя слово счастье, я счастлив, какое это счастье, мы не задумываемся о том, что же для нас скрывается за этим словом. Путешествуя вокруг света, я задавал разным людям в разных странах один и тот же вопрос, что для них является счастьем. Мы, как правило, люди отвечали, что это деньги, карьера, семья, дом, машина, еда, питье, путешествия, общение с друзьями. Менялась только очередность. Для кого-то на первом месте стояла карьера, для кого-то на первом месте стояла семья, для кого-то на первом месте стояло путешествие. Когда мы начинали дальше погружаться в эту тему, так все же что-то такое счастье, то оказывалось, что вот это внешнее, что мы перечисляли, оно лишь часть какая-то того, что можно отнести к пониманию счастья. И на самом деле счастье – это что-то совсем другое. Погрузившись в эту тему и читая различные исследования ученых, я узнал, что оказывается, вот это понимание счастья в плане внешних каких-то объектов, оно нам дает только 10% от того, от той сотки, которая в нас может быть. То есть да, мы можем через вот приобретения какие-то, через удовольствия какие-то, получать 10% счастья. А где же еще 90%? Задумавшись об этом, я начал изучать различную литературу, различные источники, и оказалось, что люди с давних времен вообще задавались этим вопросом и изучали счастье. И оказалось, что первично все-таки счастье определяется не как набор каких-то внешних атрибутов, которые мы имеем, а счастье определяется именно как состояние, как наше внутреннее состояние. Состояние, которое кто-то называет состоянием силы, кто-то называет состоянием согласия с собой, кто-то называет ресурсным состоянием, кто-то называет истинным состоянием. Но это действительно состояние. И оно чаще всего не зависит от того, что с нами происходит в этот момент в жизни. Мы можем давать каким-то ситуациям отрицательную оценку, каким-то ситуациям положительную оценку, но это состояние, оно все равно остается в нас. Так вот секрет сокрыт именно в том, как в себе аккумулировать, поддерживать и постоянно пребывать вот в этом состоянии, независимо от того, что происходит вокруг. Как быть счастливым в любом месте, в любой точке пространства. Как быть счастливым независимо от того, что ты имеешь. Как быть счастливым независимо от того, кто ты. Вот это для меня является самым интересным исследованием сейчас в данный момент в моей жизни Я все глубже и глубже погружаюсь в эту тему И вот какой интересный момент сейчас я для себя тренирую, экспериментирую, исследую, проверяю на себе Этот момент заключается в следующем Что как правило, когда человека спрашивают, что для него такое счастье Он в первый момент говорит как раз с точки зрения приобретения Когда я имею это, 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 я счастлив Ну вот 10% понятно А есть еще одна тропинка к счастью Она лежит через некое отдавание, дарение Например, я кому-то желаю чего-то доброго, да Говорю комплименты даже в конце концов, да Но искренне Я кому-то дарю свое время, свою улыбку, свое внимание Это тоже отдавание, то есть это не только вот какие-то объекты материальные Это может быть и вот что-то на уровне чисто нашего чувственного энергетического обмена Вы знаете, оказывается, это работает Что я предлагаю сейчас сделать вам Проанализируйте ближайший отрезок своей жизни И посмотрите, когда вы были действительно счастливы То есть что такое счастливы? Когда вы испытывали вот это некое состояние внутри себя Когда вам было радостно смотреть на мир Когда вы готовы были вообще обнять весь этот мир И каждого, кто вам встретится на пути Вот наверняка с каждым из нас было такое состояние Вот то состояние, когда ты в нем пребываешь Из него легко все получается Из него не надо ничего планировать Оно все само как-то складывается, происходит Приходят люди, приходит какая-то информация Мы попадаем туда, куда нужно И мир в этот момент настолько изобилен Он вообще столько всего дает И такими путями, что ты начинаешь удивляться И еще больше погружаешься вот в это состояние счастья Так вот, посмотрите, когда у вас были такие переживания вот этого состояния Но именно не в момент получения чего-то Когда вы там съели мороженое Ай, порадовались, как здорово Купили себе что-то, съездили куда-то Нет, а когда вы что-то давали Вспомните такие моменты И если у вас есть повторяющиеся такие вот ситуации Через которые вы попадаете вот в это состояние счастья Начните их чаще практиковать в вашей жизни Благодарите других людей Здоровайтесь с ними Дарите свою улыбку Дарите свое время Искренне всем вниманием погружайтесь Когда человек с вами разговаривает Это тоже будет ваше отдавание человеку И посмотрите Насколько в вас будет укрепляться Вот это состояние Которое мы называем счастьем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok